Не допустили спада в экономике, улучшили показатели санаторно-курортной отрасли, сохранили положительные тенденции в сфере потребительского рынка, создали тысячи мест в детских садах. Активно в городе решается жилищная проблема. Процесс переселения граждан из ветхого и аварийного жилья не прекращается. Несколько раз речь мэра зал прерывал бурными аплодисментами, достижения которых добился город, коснулись всех горожан. Произошло в прошлом году еще одно значимое событие. Сочи стал круглогодичным курортом. Турпоток в 2015 году составил более 6 миллионов человек. В этом туристов будет еще больше. Которые приедут в Олимпийскую столицу, по системе все включено. Сочинское направление планирует принимать около 100 чартерных рейсов в неделю. Все же главной летней достопримечательностью Сочи считаются пляжи, поэтому готовить их к приему отдыхающих начали заблаговременно. В этом году туристы оценят европейский уровень оснащения сочинских пляжей. Я уверен в том, что в этом году мы действительно бренд пляжа сделаем сочин. Покажем, что он у нас не хуже, чем на лучших городах мира. И главное, нам надо открыть вид на море. Особенно в центре города, в центральном районе, где эта проблема стоит, наиболее остров. Мы собираемся очистить незаконно в строении пляж-маяка. Владельцы объектов, которых мы уже так убедали об этом. Есть хороший опыт Москвы. Я думаю, что у нас в Сочи можно и нужно его применить. Пляж в Москве не открыли. Активно в Сочи развивают и больную водолечение. Но наряду с оздоровлением людей волнует и хлеб насущный. Главная задача на сегодня – не допустить спекулятивного роста в центры на подопытные товары и лекарства. Их мониторинг проводится в постоянном решении. Для этого мы даже создали группу народного контроля. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, подчеркивает Пахомов, все социальные статьи городских расходов будут обеспечиваться и дальше. В том числе за счет оптимизации работы мэрии. Аплодисментами завершился отчет градоначальника и о решении жилищной проблемы горожан. Новое жилье получили около 1700 человек. Из них 316 только в прошлом году. В очереди на ближайшие полтора года расселение еще 28 аварийных домов. И почти 900 человек. Могу сказать, что 723 квартиры мы уже передали людям, которые переселяются из аварийных дворов. В этом году мы уже дом на Кудерстве заканчиваем строить. И там получат 133 семьи новое жилье. И, конечно, это... Правила землепользования и застройки, генплан, постановка деленных зон на кадастровый учет, градостроительная политика курорта, отмечает мэр, сегодня строится на этих факторах. Но не проблемой, а даже бедой города, говорит Анатолий Пахомов, остается самовольное строительство. Только в прошлом году мы выявили более 270 таких объектов. По каждому из них не просто подавлены в ИСКИ в суд, но и заявлены обеспечительные первые вели за ответ на продолжение строительства. Но практика показывает, что этого недостаточно. Широкие возможности имеются и у арк-строенадзора. По закону эта структура имеет право обращаться в суд на приостановке строительства. Может оштабовать застройщиков и подрядчикам. И даже налогать арест на технику, которая используется в незаконно строительстве. Но эта практика не применяется. Оказать поддержку на федеральном уровне в этом вопросе муниципалитету пообещал член Общественной палаты Российской Федерации Константин Затулин. Задача всех нас, всех, кто предотможен, всех, кто пытается сделать жизнь людей здесь лучше, сделать так, чтобы город не потерял, не понизил план, на который он поднялся в 2014 году. Очень нравится деятельность городской администрации, то, что она, не знаю, с опозданием или не с опозданием, но сейчас начала борьбу за то, чтобы город приобрел во всех своих точках лучший вид, чтобы пляжи города стали, наконец, лучшими пляжами на Черноморском побережье во всем мире, чтобы были реквидированы те законные постройки и нужные постройки, которые сегодня закрывают море или вообще доску с морем. Порядок сегодня наводится в вопросах водоотведения, канализования. Что касается здравоохранения, то оно на самом высоком уровне. А о том, что на представителях местной региональной власти лежит ответственность за дальнейшее развитие и благополучие сочинцев, отметил вице-губернатор Кубани Юрий Бурлачко. Город активно взялся за развитие новых направлений. Конгресс, институтивный, эко-это-туризм. В планах разработки медицинского туризма на городе держала ответственность за проведение более 500 мероприятий международного уровня. И город не подвел, и крайне страну ни в одном из этих мероприятий. При проведении этих мероприятий. Это достойный результат совместной работы городской команды и ее руководителей. В докладе было сказано, что город ждет от краевой власти помощи в решении проблем взносов, незаконно построенных объектов, а также в вопросе строительного надзора. Я обязательно передам ваше обращение, только в контракте, я уверен, что они не останутся без внимания. Плодотворную работу городских властей отметили и депутаты Госдумы. Количество запросов из Сочи там сократилось в разы. Совместно с администрацией края, с администрацией города Сочи нам предстоит совершать много важных дел. В настоящий момент Сочи обладают уникальными спортивными сооружениями. Передовой транспорт, тренинг, инфраструктуру. Мы должны грамотно распорядиться этим наследием, передать новый импульс развития пост-алимпийского Сочи. Работу же главы города Сочи местные народные избранники единогласно признали удовлетворительной.